Доброе утро, дорогие друзья! Такое немножко хмурое сегодня утречко, но последние дожди все улучшают и улучшают мои досточки здесь. Но сегодня дело не в досках. Сегодня я хотел бы вам кое-что интересное показать, то есть произвести операцию охотники и собиратели. Собиратели, вы помните, древние люди были, которые собирали там всякие плоды и были охотники, которые охотились на мамонтов якобы. Ну, посмотрите, что у меня в руках. Ну, персик. То есть Эдуард побывал в магазине, купил персики, хочет нас удивить. Нет, ребята, дело в том, что сегодня воскресенье, магазин закрыт. Так, где я взял персик? Пошли, покажу. Вы знаете эту дорогу, эту дорогу, куда мы ходим с Ричардом гулять, да? И вот я живу здесь уже 7 лет, наверное, и никогда не обращал внимания на то, что здесь растет. До последнего вот этого года, когда я начал снимать фуд, мне нужна была различная трава, различные растения. Вот вчера я ходил по яблоке в дикий сад, а сегодня мы с вами пойдем за персиками. Не верите? Я тоже не поверил, когда увидел. Смотрите. Это персики, ребята. Уже некоторые пропали, потому что их, естественно, здесь никто не собирает. Это просто декоративное украшение, скажем так. Но мне не столько персики как бы заинтересовались, сколько само дерево, потому что вы знаете, что всегда трудно добыть зелень. А оно вот оно здесь. Поэтому мы с вами сегодня поступим следующим образом. Мы сейчас возьмем машину, съездим, поохотимся на какую-нибудь деревянную, я хочу такую круглую деревянную доску. Резать-то на такую подставочку, да? У меня ее не хватает. И после этого придем на это место, сорвем несколько этих персиков и сделаем с помощью моих ламп такой брутальный рустикальный натюрмот. Я хочу их в этом использовать. Поэтому сегодня три удовольствия. Покатушки, бродилки и фотографилки. Пошли. Что я хочу на блошинном рамке еще, это вот черную какую-нибудь глиняную темную чашку матовую. И возможно такую же плоскую чашку, если удастся найти. Там видео у нас будет коротким, потому что я увидел, что у меня аккумулятор уже на подходе в камере. Ну и посему как бы, да и были мы с вами уже на этих блошинных рыдках, их летом каждую неделю в нескольких местах. Мы с вами поедем сейчас в Борнхайм. Борнхайм. То есть городок, который буквально здесь 10 километров от меня. Там есть порто-магазин огромный и хозяйственный магазин, и мебельный магазин. То есть там огромная площадь, я думаю там хорошо с парковкой будет, и выбор будет большой. Надо успеть до дождя, сегодня обещают дождик небольшой. Это всегда для блошинных рынков, или триюдельмарк, как говорят у нас, это всегда катастрофа. Так, посмотрим, сейчас у нас бензин на нуле, вот так поехал, аку на нуле, бензин на нуле, посмотрим. Так, моя любимая заправка опять закрыта, в воскресенье, но есть такая Aral заправочка. Она дороже, но мы не будем много заправлять, литров 30. Закинем ей. Вот, Aral находится вот прямо перед нами, сейчас увидим. Он, естественно, находится на автобане, хотя в городе, но это уже автобан. Так, супер, 1.37 дороговато, а что? Сейчас заправимся, объедем в круговом. Вот, пожалуйста, а здесь на 5 центов дешевле. Зачем мы поем на Aral, когда можем здесь заправиться? Ну, так бывает. Так, хорошо. Так, заправились. Заплатили, поехали. Никак не забуду, как я одна же забыл это сделать. Ой, боже мой. Так. Ну, тут кроме кольца ничего интересного нет, поэтому мы с вами поедем, и включу я уже на большином рынке. Интересного в этом автобане, в этой дорожке только то, что это был первый послевоенный. До войны строили автобан, еще Гитлер начинал, да? Ему надо приписать это. Он создал тогда очень много рабочих мест, поднимал страну после войны, первой мировой, и тех аннексий, которые на него навалили тогда. Когда не на него, а на Германию, она задыхалась от этого герскальцевого договора. Почему, в общем-то, Гитлер и пришел к власти? Он обещал благополучие, благосостояние, и действительно его создал до 1939 года. Ну, а там начались войны, что всегда в принципе следствие, да, диктаторство. Так вот, когда после войны решили создать столицу, Берлин являлся оплотом, как бы, зла считалось. Вот, и чтобы не дразнить никого больше, то одна, вот, это первый был президент ФРГ, он предложил бонн, откуда он сам родом был. Бонн был целый, не разбомбленный, здесь были американцы, бомбить было нечего особо. Вот, и, как бы, он ни для кого не был интересный, деревня, деревня, вот, и что первого он сделал, он построил вот этот автобан, сразу же трехполосный, по-моему, и красивый и ровный, скажем так, абсолютно, да, между Кёльным и Боном. Почему у нас в Боне такие развязки удобные везде, именно поэтому, что он был в столице, видите, пока мы тут за разговорчиками, мы и приехали, вот этот самый Борхайм. Ну, будем экономить. Официальное открытие таких блошинных рынков обычно с десяти, но кто успел, тот усъел, поэтому всегда настоящие собиратели или охотники, да, охотники-то охотник, не собиратели, они появляются сюда уже ко времени, когда начинают расставлять палатки. Посему все правильно, мы с вами едем, время без двадцати девять, сейчас нам нужно припарковаться, но здесь парковок было много, всегда. Так, рассмотрим, но в ходе я не хочу парковаться. Хотя есть места вроде бы, да, но парковаться не хочется. Вот, как я говорил, здесь баухаус, это дом строителей, и это мебель дешевая, босс, и порта, дорогая мебель. Тройдель огромный. Не знаю, будет видно, нет, попробую сверху. Это не те, на которых мы были. Ну, сразу, видите, лежат какие-то тазики старые, потертые, да. Ну, я думаю, что мы найдем то, что нам нужно. Какой классный утюжок. Что он стоит? Поскос это? Синон. Вот, банка. Десять евро. У меня с собой девять. Да и не нужен мне утюг, как бы, пока. Не дай тысячу, я все здесь потратил. Вот это мне надо определенные, мне нужны определенные вещи, которых я сказал ранее. Ну, вот, иногда бывают такие вещи, которые, наверное, нет. Я просто объясню, что мои русские друзья, что такие хорошие трюдельмарты-заковые шенки, которые я сказал. Спасибо. До свидания. КОНЕЦ. Какой шикарный шарф. КОНЕЦ? 25 евро. 25 евро. И не дорого, 25 евро. Купил вот такую подложку симпатичную, пригодится для растекальных вещей. Вот здесь можно при желании прикупить игрушки, яблоки, все довольно-таки дешево. Ну, вот такой нынче блошиный рынок. Но это не блошиный рынок, это уже называется немножко по-другому. И здесь можно встретить и новые вещи, и старые вещи. Пока чашку я не нашел. Так, друзья, я почти купил все, что мне надо. Единственное, глиняные чашки заменил деревянными, тоже красивыми. И вот оттуда идет капитальный дождь, надо поторопаться. Бегом. Так, охота закончилась. Слава Богу, без дождя успеваем. Ну, и вот мой улов или добыча. То есть, за 7 евро, ну, это не будем считать, это мне подарили. Да, вот это стоило 3 евро. Вот это стоило 1 евро, 50 центов. И шедевр моей охоты, добычи. Вот такая металлическая корзина, это вообще что-то, ребята. Тоже выторговал за 3 евро. Итого я сказал, что за 7 евро мне удалось добыть растикальных вещей, которые я прямо сейчас буду использовать. Особенно вот этот, наверное. Ох, он мне нравится. Ну, что ж, ребята. Охота получилась удачной. Я вообще неплохой охотник. Занимаюсь этим давно. Знаю, где взять, у кого взять и почем взять. Умеет торговаться, весело, без надрыва. Продавцы это ценят и уступают. С улыбкой тоже. Так что, ребята, чаще улыбайтесь. И будет вам счастье. Поехали. Следующий наш этап, как я сказал, охота, потом завля, то есть собиратели и потом фотографители. Теперь мы поедем с вами за этими самыми персиками. И что для меня наиболее важно за веточками, что придает изделию, как говорят фотографии, аутентичность. То есть правдивость. Так, так, так. Я слышал, что в России есть несколько правил. А, кстати, вот сейчас покажу. Вот здесь я покупаю свои шины. Дорогие, но очень хорошие шины. На кольце, я слышал, есть разные правила в России. В Германии только одно. Кто на кольце, тот и главный. И это не запутывает. Мне сын рассказывал, что там разные есть подходы. В этом плане. Ну, а Германии проще с этим. Поедем сейчас. Домой, как я сказал, здесь всего 10 километров. И для меня поездка на эту барахолочку была быстрой, приятной. И, как вы видели, по улову довольно-таки полезной. Так, ну, встретимся уже теперь, собирая персики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!